Что по поводу приговора Навального, и что по поводу действий российского правительства, Кремля, как его назвать, даже не знаю, но это правящего урководства. Как говорил известный механик в фильме «Бой на старике», ставки Гитлера все малахольные, в Кремле все малахольные. Навальный, продукт чисто либеральный, для него программы пишут ГУРИ, высшая школа экономики. Это все равно, что Гайдар, Чубайс и прочее. Понятно, что под видом народного гнева во власть вбрасывают очередного либерала. Мы вас третий раз поимеем. Был Пьельцин с либеральной командой, был Путин тоже с либеральной командой, давящий 200 либералистов. Сейчас вы получите третьего либерала. Навальный упал, он фактически упал к лету. Он участвовал в белоленточном и прочем болотном движении. Оно провалилось, посмотрите, оно пошло на спад. Вот он упал, и тут его киров лез. Более идиотского шага Путин сделать не мог. А Путин ведь контролировал это. Но нет независимого суда в криминально-сырьевой системе Рэхи. Фактически Путин и Собяйна его подняли. Подняли и запустили на орбит. Шаг был идиотский насквозь. Говорят, что у них IQ, консистент интеллекта высокий. По-моему, ниже Плинтуса. Вы сами себе сделали фигуру. Понятно, что за этой фигурой кто стоит, а кто в нее вкладывает. Вы его подняли. Дело Киров-Леса было насквозь идиотским. На фоне Сердюкова. В спарке Сердюков, Навальный. Сердюков просто топит Путина. Сердюков на свободе с миллиардами, сажимаем подручными. А этому за 17 миллионов. Потом, когда суд, собственно говоря, первый приговор летом читали Навальному, BBC транслировала. На Западе каждый, простите, гомосек, каждая лесбиянка, каждый хипстер теперь будет знать, что такое Навальный, что какой он крутой парень. Он противостоит этому самому нефтяному фашисту Путину. Они великолепны. То есть и Запад показал, что мы его поддерживаем. Путин струкнул. Он не хочет твориться с Западом. Он такой крутой, понятно, только для нас. На самом деле, Запад он боится. Все. С помощью Собянина, а Навального окончательно сделали единственным кандидатом на, так сказать, альтернативу Путину. То есть на самом деле мы имеем дело с сочетанием глупости Кремля и умелой политехнологической игры той группировки, очень богатой, которую ставит на Навального. Они переиграли Кремль. Понимаете? Все, синтетически Леша станет третьим вождем. Я не удивлюсь, что когда к Путину придут, скажут, отрекайся после массовых выступлений на межнациональных почвах в Москве, все беспорядки начнутся. Леша будет поставлен, как молодой царь Романов. Молодой умом, марионетка. За его спиной будет вся та же ельцинская семья. То есть, друзья мои, глупость, она, к сожалению, не лечится. А, видимо, глупость, государственная глупость, стала уже обычным делом в постсоветской РФ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...